СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВЕКТОРЫ ПРОСТРАНСТВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВЕКТОРЫ ПРОСТРАНСТВНОГО РАЗВИТИЧЕСКИ степенью Россию трактует как европейскую страну, нежели как евразийскую, хотя евразийский компонент исключительно важный. Я хотел бы действительно, как это подчеркивало на конференции в Ташкенте и вот здесь, в Казани, конечно, хочу особо подчеркнуть значимость действительно вот этого славяно-тюркского симбиоза для исторических судей по России. Но, тем не менее, включенность в общеевропейский процесс еще начиная с эпохи Киевской Руси, наследие нескольких волн модернизации в истории России, начиная с даже не с 18-го, еще во времена Федора Алексеевича, так сказать, фактически начинается такая европеизация России, об этом мало вспоминают, как бы, еще до Петра Великого в самом конце 17-го века. Значит, и в некотором смысле можно сказать, что и как бы сам европейский этнокультурный субстрат, да, то роль христианской компоненты, пусть и православной, но христианской компоненты, да, роль славянской компоненты, да, индоевропейские народы, отнюдь не только европейцы, как вы понимаете, да, но славянский субстрат, особо значимый для России, он тоже, конечно, играет в эту сторону. И самое главное, по всем базовым таким, как бы, характеристикам Россия гораздо ближе, ну и по психологии, по ментальности людей, просто по знанию культуры, как бы, к западу ближе гораздо, чем, скажем, к востоку. Китайская культура, ну, гораздо менее органичная русскому самосознанию, российскому самосознанию, не только русскому, конечно, вот, нежели, там, скажем, европейской. Россия-восток, Россия-восток, да, значит, согласно этой концепции, там, роль восточных социокультурных политических институтов в генезисе российского социума и российской государственности имела приоритетное значение и подчеркивают авторы, их, правда, гораздо меньше, чем вот таких классических западников, да, специфику российского православия часто подчеркивают, отличие православия от западного христианства, от католицизма и протестантизма, да, и, кроме того, говоря о восточном векторе, не забудем, что это вначале, как бы, русские земли получали в огромной степени вектор с востока, а потом Россия сама становится мощнейшей, как бы, силой осваивающей миры востока, да. Значит, формула Ключевского, да, вообще немножко верните назад, ну, ладно, когда эти концепты, Россия – мост между Западом и Востоком, да, посредница между двумя мирами, возникает, правда, некий скепсис, ну, как бы, размер уж этого моста как-то неприлично огромный, что же это за мост такой, да, который сам вмещает в себя несколько цивилизационных ландшафтов. И вот евразийская модель, четвертая, да, это вот модель очень яркая, убедительная, как показывающая Россию как самодостаточный цивилизационный ландшафт, и в пользу этой модели можно привести очень много позитивных аргументов, но, тем не менее, тем не менее, в общем, как бы, в моем сознании европейская составляющая России более значима, чем евразийская. Хотя евразийцы ухватили то, мимо чего прошли и славянофилы, и западники, да, вот симбиотику русской культуры, которая несоводима не только к формуле «Россия и Запад, Россия и Восток», но и «Россия объемлят» и «Запад, и Восток». Значит, все-таки, с моей точки зрения, это часть европейского пространства, но очень специфическая. И вот здесь вот у меня на предыдущем слайде было несколько важных, нет, наоборот, на предыдущем, несколько важных таких как бы параметров, которые мне представляются чрезвычайно важными. На что я хотел бы обратить внимание. Во-первых, это пространственная рассредоточенность российского социума, очень низкая плотность населения по европейски, даже в пределах европейской России, даже в пределах густонаселенных регионов европейской России. Тут можно говорить, в какой степени природные, исторические факторы сыграли свою роль. В общем-то, влияние чисто физико-географических факторов, с моей точки зрения, часто все-таки преувеличивалось нашими классиками, в том числе нашими антропогеографами. И, как бы, там, скажем, условия жизни в Южной, в Центральной России, они не очень сильно отличаются по климатическим каким-то условиям от того, что мы имеем в Западной Европе. Второй, как бы, очень важный момент – это вертикальная иерархизация пространства. Огромные контрасты по вертикали. Да, вот между крупным городом, малым городом, городом и селом. И вот зачастую, так сказать, крупные города, вот там, скажем, та же Казань, Уфа, там, не знаю, Пермь, Екатеринбург, они гораздо больше общего имеют друг с другом, нежели с окружающей, как бы, глубинкой. Вот это интересный момент, который, в общем-то, не очень характерен для Европы, где, так сказать, культурный регионализм может быть выражен более отчетливо. Особая значимость этнического фактора в геннезисе культурных районов, конечно же, тоже очень важный, очень важный параметр, да, потому что действительно культурные районы, прежде всего, воспринимаются благодаря своей этнической специфике в огромной степени, хотя в историческом ядре России мощный культурный регионализм, как показали еще наши антропогеографы и классики истории. Очень большие различия между макрорегионами в укорененности территориального самосознания, от регионов с высокой степенью укорененности до таковых, где укорененность намного слабее. Ну и, значит, в общем, несколько очень важных обобщений, касающихся геоисторического контекста геннезиса эволюции культурного регионализма в России, который связан как раз вот с этой многовекторностью, с многообразием векторов социокультурной трансформации. Значит, культурная регионализация исторического ядра России происходила в условиях более гомогенного и менее дробно дифференцированного, чем в Западной Европе физико-географического пространства. Примерно ко всей России этот тезис кажется очень уязвимым. Ясное дело, что азиатская Россия, она гораздо более дробно дифференцирована, тем не менее. Но историческое ядро России даже не в пределах всей европейской России, а вот как бы того очага, где формировалась Великороссия, как таковая ядро будущего московского великого княжства, потом московского царства, значит, конечно, оно гораздо более однородно. Поэтому здесь, в общем-то, определенная дань, хотя я очень не люблю такие отсылки к географическому детерминизму, но в чем-то, так сказать, здесь эта модель и работает. Далее, роль культурных границ в Европейской России все-таки, с моей точки зрения, менее значима, чем в западноевропейском пространстве. Культурные рубежи в России более размыты, они приобретают отчетливый характер, главным образом, в местах этнических разломов. И для России, особенно для ее европейской части, большое значение имеют ядр типичности культурных районов. Наконец, исторически для России типично иная, чем для Западной Европы, модель освоения пространства. Особенность русского сознания – это ориентация на экстенсивный способ освоения территории, чаще вширь, чем вглубь. Не столько обустраивать, как вот это делают немцы, голландцы, свой маленький домен, отсюда культурный ландшафт, так сказать, а, в общем-то, как бы недообустроив, расширять его далее. И, в общем-то, это, на самом деле, не чисто европейская модель. Например, освоение англосаксонскими переселенцами в Северной Америке огромных пространств этого континента, оно, в общем-то, тоже шло в значительной степени по этой модели. Поэтому здесь задается эта модель во многом геокультурным положением, на самом деле. Ну, значит, этнический фактор регионализации культурного пространства, то, конечно, исключительно важен. Полиэтнизм страны – это действительно очень важная предпосылка культурной дифференциации в нашей стране гораздо в большей степени, чем во многих странах Европы. Да, этнический фактор – это одна из ключевых движущих сил вот этой культурной вариации, да, и значение унаследованных структур этнического расселения здесь особенно важно. Но и самое важное, что культурные районы, выделяющиеся этнической спецификой, они представляются самыми рельефными из числа обыденных. Самосознание территориальное ловит в России именно вот такие этнические разломы. Северный Кавказ, как бы отличающийся очень сильно от остальной части России, тюрко-монгольский пояс Южной Сибири, да, конечно, Урала-Поволжская мультикультурная область, да, совершенно другие, правда, имеющие границы. Как бы другой тип границ сам по себе. Уже не границы. Времени, да, сколько еще? Минуты две-три? Уже минус. Минус, да. Так, ну хорошо, значит, вот на этих картах вы видите, у меня есть такая концепция, значит, мега ядра, а уже карты ушли, значит, с моей точки зрения, примерно 80% доли населения русского, да, в общем-то, может быть взята за основу вот такой, как бы, культурно-географической дифференциации, выделение мега ядра внутри всего этнического континуума, да, поэтому, значит, некоторые регионы с пониженной, скажем, долей русского населения, такие, скажем, как Астраханская область, Оренбургская область, Ульяновская область, они на самом деле не попадаются, да, но это вот было на трех картах предыдущих, 89-й, 2000-й, 2010-й год. Значит, коллеги, ну, значит, давайте поговорим немножко с последнего, что вот я хотел бы сказать, ну, в общем, как бы три главных вывода, вот скажем, времени уже мало, да, значит, первое, симбиотический характер российского культурного пространства, он не дает оснований для таких традиционных редукционистских и стариусовских трактовок российской цивилизации, не дает таких оснований. Именно симбиотика российского пространства предопределяет его цивилизационно-культурную специфику. Социокультурные векторы геоисторического развития России сформировали то, что сформировали, да, они сформировали симбиотическое пространство. За постсоветский период российское пространство в целом сохранило свои важнейшие исторически унаследованные черты и особенности, вместе с тем, конечно, накопленный за много веков потенциал геоисторического развития России, он настолько весом и устойчив, что конъюнктурные тенденции последних десятилетий, они мало меняют общую картину. Как раз здесь, мне кажется, уместен термин устойчивое развитие, который используется очень часто, но явно не по делу. Но когда мы рассматриваем мегатренды и мы видим действительно устойчивые пространственные структуры, вот здесь, наверное, этот термин, может быть, вполне пригодился. Ну и последнее, на этом я заканчиваю, что в пространстве сдвигов конца 20-го, начала 21-го веков налицо эволюционная составляющая. То есть эти сдвиги отнюдь не только связаны с внешними какими-то факторами, с чисто политическим распадом Советского Союза, с институциональными рыночными реформами конца 20-го века, начало 21-го века в нашей стране. Они тоже имели огромные пространственные последствия, пространственные измерения, но я вижу в этих изменениях тоже такую эволюционную добавочку, эволюционную составляющую, которая с макроисторической точки зрения более значима, чем процессы обусловлены внешними факторами. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok